Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители, которые меня смотрят. Сегодня я нахожусь в Черняховске, Калининградская область, и приехала к сестре на дачу. Мы приехали с мужем и делаем маленький шашлычок. Вот моя сестричка, вот моя сестричка. Сейчас она покажет, расскажет, как она здесь всё такое рассадила. Купила она дачу недавно, год назад, но здесь ничего не было, здесь был пустырь. Домик этот сгорел. Вот, давай, Ленка, рассказывай. Здесь вот у меня клубника росла, уже отплодоносила, теперь надо её обрабатывать. Много ли было клубники в этом году у тебя участок? С этого кусочка я собрала 4 ведра. Вот, смотрите, кусочек небольшой, она собрала здесь 4 ведра клубники. Цветы ионные, вот они, малина. Здесь малина. Но в Черняховске прошёл 3 дня назад град, такой большой град, как горошина. Да, малину побил. Малину побила, малина вся осыпалась. И сейчас новая цветёт, будут новые ягоды. Но малина вон ещё есть. Да, это мои цветочки любимые тут. Да, он лилия. Всякие разные цветочки я больше всего люблю. Больше, чем овощи выращивать. Такой вот у неё лужаечка. Молоденькая яблонька. Молоденькая. С яблочком. С яблочком уже. Вот. Здесь у меня цветы. Здесь цветы. Везде цветы. Груша какая вон у неё, смотрите. Груши в этом году много. Смотрите, какое у неё. Смотрите, как красиво. Смородина. Вот. Ну, её в этом году тоже немножко мороз побил. Некоторые кусты обильные, а некоторые не обильные. Ну, нам хватит. Виноград. Вот. Была проблема, не на что было подвязать виноград. Вот. Решили такую проблему. Купили вот такую арочку. Очень даже недорого. 1900 рублей. Она стоит. Вот эта вот. Она 2 метра длиной, 3 метра шириной. Вот, пожалуйста, один куст винограда. Наразил. Вот виноградик завязывается. Зреть будет скоро. Здесь опять цветочки. Некоторые цветочки. Здесь у меня на участке ещё находится собака. Собака... Слепая собака. Джессика, подойди сюда. Джессика, подойди сюда. Вот она наша Джессика. Любимая собака. Всеми. Дай Лене лапу. Дай лапу. Молодец, собака. Молодец. Иди на место. Иди на место. Дальше мы делаем немножко встречу с сестрой организовали. Немножко шашлык. Немножко стол. Пройдёмте сюда. Дальше. Джессика на место. Джессика на место. Джессика очень у нас любит людей. Джессика проваливай на место. Ты тоже хочешь попасть в кадр? Тихо-тихо. Да, вот это наш стол. Небольшой. Простой. Маник мой шашлык ест. Оп. Сидим. Шашлычок жарим. Под вишенкой. Это вот домик здесь у нас троица. Мы такой купили. Купили такой вот участок. Вот с таким полуразвалившимся домом. Крыжовник. Крыжовник тоже побила, но что-то там есть. Что-то есть, но мало. Вон молодой кустики. Молодые. Здесь у меня молодые кустики. Лилии. Красивые. Это компостная куча. Здесь я собираю все отходы. Они перегнивают, потом превращаются в удобрения. Это теплица. Поликарбонат 6 метров. Нам хватает. Нормально. Здесь у меня и огурцы. Вот огурцы. Ну правда очень чего-то не очень в этом году. Помидоры. Помидоры есть. Помидоры низкорослые посадила в этом году. Нормально. Перец тоже есть. Вон плечинка у меня какая висит. Вот. Хватает. Все растет в теплице. Нам хватает. Мы живем вдвоем. Третий сын. И нам очень даже хватает. Вот здесь у меня грядочки. Грядочки, грядочки. Еленка, у тебя такой хороший укроп. Укроп. Это лук ранний. Это поздний лук, да? Это лук порей. А, это лук порей. Да. Смотрю, фасоль у тебя здесь. Лена, а что вот это вот такое вот за вот это? Это тимьян. Лекарственное растение. Тимьян. Чай заваривать можно. Ну вообще это лекарственное. Чабрец. А, чабрец. Это, да. Чай хороший. Чабрец. Кабачки. Сколько у нее? Кабачки это у меня на мусоре растут. На компостной куче. Перекапывала все вручную. Культиватором резко. Перец. Да, это горький перец, я рисовала. Это горький на улице растет. Это уже на улице. Мы его много не едим, поэтому я сажаю совсем чуть-чуть. Чеснок. Чеснок это озимый. Скоро выкапывать уже. Картошки сажаю мало. Ведерко. Чтобы немножко было свое свежее. Огурцы. А вот капусту у меня птицы поклевали всю. Или градом побила еще. Нет, это птицы поклевали. Ой, видишь, как птицы? Это дикие голуби у нас. Вот так вот клюют. Сердцевина, конечно, целая, но вот это жалко тоже. Ну что, найди хоть один огурец. Огурец. Огурец мы сейчас найдем. Или ты собрала их уже? Я их собирала, но сейчас найдем что-нибудь. Огурцы. Сегодня какое число вот у нас? Сегодня шестое. Шестое июля. Я уже собирала огурцы раза 3-4. Подсолнух вон у Лены растет. Посмотрите, какие тоже огурцы. Смотри, Анна, смотри, огурец. Огурец. Вот она, огурец. Вот такие огурцы небольшие. Я их не переращиваю, чтобы они большие вырастали. Вот такие маленькие мы собираем, чтобы сладенькие были. Черноплодная рябина. Черноплодка мы делаем вино. Вот здесь вот сажаю пару кустиков тыков. Тыку мы не кушаем, но я ее сажаю для разнообразия. Но тыковки завязались, вот маленькие вот такие вот. Ага, точно. Вот такие кругленькие тыковки завязались. Тут подсолнухи тоже для разнообразия. Даже не знаю, зачем их посадила. Вот видите, как, друзья, живут в Черняховске просто горожане, которые имеют небольшую дачку и выращивают все для себя своими собственными руками. Говорю, Лена, чем ты занимаешься дома? Она говорит, что на огороде на даче вкалываю. Ну так, как потопаешь, так и полопаешь, говорится так. И цветочки радуют глаз. И помидорки тоже, вон, и сколько. Вот такие, Лена, иди, посмотри, кабачочки маленькие завязываются. Кабачки в этом году. Им тут очень, конечно, шикарно, потому что они на компосте растут. Вот такие вот кабачки. У меня тут трех сортов растут кабачки. Ой, никакие кабачки. Полосатые, белоплодные, желтые я тут посадила. А я знаю, что из цветочков кабачков что-то тоже что-то жарят. Варенье варят. А, варенье варят. Ну и что-то в кляре их что-ли жарят. Ну вот такая вот дачка у моей сестрички Аленушки. Это Черняховск, Ленинградская область, ребята. Привезла мужа показать, как живет. Он первый раз познакомился с моей сестрой за два года. Вон ее муж, он сидит и разговаривает. Там у нас объясняется что-то. Ну что вы? А теперь вот это вот объясни. Во, что это такое, скажи. Что это такое? Что это за растение? Ну-ка. Вот. Дай попробовать. Как зовут? Манф. Ну вот так, ребята. Вот так живут люди в Калининградской. В Черняхову, в Калининградской области. Как умеют, так и выживают. А вот это вот уже, наверное, все знают. Робарба, Ревень. Джессика. Бедная девочка, слепая. Ну, год назад у нее были еще щенята. Это рута. Растение рута. Это божье дерево. Да. У каждой хозяйки должно быть на даче такое вот растение рута. Ну, я не знаю, как оно вообще называется, но у нас оно называется рута. Как у вас? Божье дерево. Ну, у литовцев, наверное, у меня, учим литовец. Так я знаю, что вот так вот. Ну, вот так вот, ребята. Здесь вот еще розочки лилии у меня красивые. Розочки лилии. Здесь еще клубника, да, Лин? Да, здесь у меня участок. Не хватило сил обработать большой, но вот здесь вот малина. У меня вот такая вот сортовая. Это ремонтантная. Вот, да, ремонтантная вот такая вот малина. Ее очень много. Но сейчас она только начинает. Ну, вот, ребята, на этом я заканчиваю свое видео. Посмотрели, как живет простой горожанин в Черняховске, имея свою небольшую дачу. Вот этот мой горожанин любимый. Пока-пока. Да, вот так старается, трудится, заготавливает заготовки на зиму, крутит огурцы, варит варенье и компоты. Все, на этом я заканчиваю свою трансляцию. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok